Финпол открывает свои двери. В минувшее воскресенье любой желающий мог поучаствовать в ознакомительной экскурсии по административному зданию, послушать выступления представителей руководящего состава, а также узнать секреты деятельности финансовой полиции. Об этом в следующем материале. Все воскресенье горожане имели возможность открыто ознакомиться с деятельностью ведомства, задать интересующие вопросы сотрудникам финполиции. Этим и воспользовались студенты юридических факультетов Каргу и Болошак. Скажите о коррупции в собственных рядах. У вас как бы совершается с сотрудниками коррупционных преступлений? Есть такое, конечно. Стараемся искоренять. Вот сейчас проходила эксцитация, как вы знаете, в этом году. В принципе, большая роль ее будет. Студенты всегда говорят, что коррупция – это зло. То есть нужно начать с самого себя. Не давай взятку. Будь против душе, будь против коррупции. Сотрудники финпола рассказали о проводимой работе по части борьбы с коррупцией. Зачастую махровых коррупционеров люди знают в лицо. Поэтому именно таких, в первую очередь, и нужно привлекать к ответственности. А вот каким образом, об этом рассказал в своем выступлении начальник управления по раскрытию и предупреждению дела коррупции Сергей Федотов. Большинство граждан думают, что органы финансовой полиции могут взять обыденное мнение на послушный любой сотовый телефон гражданина или государственного служащего, или провести в отношении него другие специальные мероприятия. Например, там запись на диктофон, видеозапись и так далее. Конечно же, это не так. Работая органа финансовой полиции четко регламентируется нормативными правовыми актами. Только если в отношении определенного человека поступает оперативная информация, что он совершает противоправные действия, только в этом случае проводятся мероприятия, и то данное мероприятие является на должностном санкционирующем прокурору области. Нужно отметить, что на 16 сентября текущего года за совершение системных коррупционных преступлений в результате оперативно-розыскных мероприятий изобличены 9 должностных лиц различного уровня, как по фактам взяточничества, так и хищению бюджетных средств. С коррупцией необходимо бороться всем миром, отметил начальник финансовой полиции Карагандинской области Аман Берлей Сабеков. Профилактика. Мы бы действительно могли бы поработать с этим человеком и спасли бы этого человека. Мы бы одного нормального человека, но с теми неправильными своими мыслями поставили на правильный путь. Это тоже наша задача. Кто этим должен заниматься, если не мы? Всем присутствующим были разъяснены основные направления работы органов финансовой полиции, демонстрации видеороликов и оперативных съемок. Позже для всех пришедших на день открытых дверей граждан была организована экскурсия по зданию Департамента финансовой полиции.